Всем привет и хорошего настроения, дорогие единомышленники! Здравствуйте, все зрители нашего канала! Да-да-да, радуюсь и кувыркаюсь! Как вы помните, замечательный человек Александр подарил мне вот такие древние, раритетнейшие пленки. Дата выпуска декабрь 1959 года, октябрь 1959 года, фабрика номер 3, город Шостка. Вот такие замечательные пленочки, слегка пострадавших, слегка, мягко говоря, пострадавших от времени. Коробках на 22-х алюминиевых катушках, пленка тип 1Б, вообще по абразивности примерно равна наждачной шкурке номер 1. Вот такая вот катушечка алюминиевая, 22-я катушка, 3 штуки их было, 2 с пленкой, 1 пустая. Видите, вот для примера рядом 18-й лежит, и самое, конечно, обидное было то, что тип крепления катушки там был совершенно иной, не трехлучевая звезда, как на всех моих магнитофонах, и даже не обычный привычный нам НАП на километровке катушки, который применяется. А именно вот такая вот, значит, тип крепления AEG или AEG, как правильно сказать, я не знаю, разработанный еще в 30-е годы немецкой фирмы магнитофонной. И мне жутко хотелось послушать эти катушки, вот, понять, что на этой пленке, ну, конечно, на том магнитофоне, головке которого совершенно не жалко воздействию этой абразивной пленки, чтобы было подвергнуть. Вот, и в результате я нашел в интернете вот такие вот переходники, которые с трехлучевой звезды на крепеж AEG или AEG, как правильно его обозвать, повторюсь, не знаю. Вот, такие вот замечательные существуют адаптеры, вот, фирменные, они стоят безумных денег, но я нашел на Авито в интернете замечательного человека Сергея, который живет в городе Твери, и он, видимо, на 3D принтере печатает вот такого плана замечательные разноцветники, крепление для катушек вот с таким креплением AEG, то есть это, грубо говоря, переходник, адаптер с AEG, буду называть их AEG, на трехлучевую звезду, на любой магнитофон. Вот, пожалуйста, значит, объявление, к сожалению, не знаю, как телефон сюда вставить. Объявление, думаю, на NAV, как он его называет, катушек AEG, две штуки, 400 рублей стоит. Вот, можете по названию объявления найти этого замечательного товарища, если кому нужны адаптеры. Помимо AEG, он еще делает, повторюсь, и обычные нам, НАБы привычные. Вот отзывы клиентов о покупках, и я тоже всем рекомендую, потому что, значит, купил Авито доставкой эти замечательные адаптеры, и буквально в течение недели они ко мне пришли. Вот, пожалуйста, я на почте их получил, вот я их получаю, вот я их радостно сейчас потащу домой, и мы с вами, друзья, посмотрим, что из всего этого получилось. Все-таки мы этим катушкам не заберем. И так, друзья, приступим к распаковке замечательной посылки от замечательного товарища Сергея из города Твери. Вот такая пришла коробочка потрясающая. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что у нас там, что это у нас за адаптеры AEG, наверное, вот так правильно будет сказано. Очень хорошо запаковал, Сергей, спасибо. Ну, как вы понимаете, он не только такие адаптеры делает, еще и делает НАБы для капушек 20-х километровок и так далее и тому подобное. А мы пока смотрим вот то, что здесь нам пришло. Вот, пупырки, коробочки, легкая. Шло где-то примерно неделю из Твери. Так, сейчас пупырочки разворачиваем и добываем оттуда вот эти наши два замечательных долгожданных адаптера, которые, я так надеюсь, и вы вместе со мной тоже долго ожидали. Так, что-то у нас все время телефон блюмкает, зарядка кончается. Не подсуетился, не зарядил его. Вот, черненькие, как я и просил, вот такие два адаптера, суммарная стоимость 400 рублей. То есть они у нас прекрасно садятся на трехлучевую звезду, да? Вот, и наши катушечки. Ну, коробки, как вы помните, тоже ждут реставрации. Вот, надо будет непременно их восстановить, потому что хочу, чтобы все было в оригинале. Вот она, это наша замечательная древняя катушка. Древняя катушка. И вот наш замечательный адаптер. То есть сейчас посмотрим, как он в нее встанет. Сергей еще спрашивал, вам посвободнее... Оп, 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 чуть не улетел. Вам посвободнее адаптеры, чтобы посвободнее входили или чтобы потуже. Да, я сказал, средним пришлите. Катушка, красота. Размер 22, а вылезает на нее, как вы помните, всего-навсего 500 метров пленки. Типа один. Вот, что там записано? Записано ли там что-нибудь? Ну, пробуем. Так, что-то пока как-то не очень она хочет в нее входить. Хочу вам сказать, честно и откровенно. Как-то, как-то, как-то. Видимо, Сергей прислал нам эти штучки, которые потуже входят. Ну, как-то совсем туго она туда входит. Я бы даже сказал, не входит пока вообще. То есть вот это центральное отверстие нормально, а дырочки, дырочки, которые под вот эти вот, они, видимо, ждут доработки. Ну что ж, сейчас доработаем и попробуем еще разок. Итак, друзья, решить не буду ни на что, но повозиться на самом деле пришлось. Не знаю, в чем дело. Может, так сказать, в размере осадочном вот этих самих катушек наших отечественных. Может, адаптеры. Я в этом совершенно не разбираюсь. Это первое в моей жизни AEG. AEG или AEG, как правильно прочитать. Адаптеры, которые присланы Сергеем из Твери. Возможно, для современных магнитофонов, которые имеют вот такой вот, скажем так, посадочный, если они еще выпускаются, я про них ничего не знаю, эти адаптеры подходят хорошо. Напечатаны они, как вы понимаете, на 3D принтере. Довольно качественно напечатаны. Ничего плохого сказать не могу. Пластмасса, правда, мягковата, мне кажется. Вот эта посадочная дырка вообще идеальна. Трехлучевая звезда. Но вот в катушке они не совсем подходили. Во-первых, были толстые вот эти вот посадочные, как вы поняли, штырьки. Не лезли в отверстия на катушке. Естественно, катушку отрогать не буду. Это раритет из раритетов. Поэтому пришлось дорабатывать сами адаптеры при помощи канцелярского ножа и наждачной бумаги. И каюсь даже, скажем так, в процессе попытки вставить, вынуть, примеривание. Я один этот штырек сломал. Не знаю, приклеил его сейчас на суперклей. Вот этот вот. Видите, наверное, видно даже, будет ли держаться или не будет. Если штырьки не входили в эти отверстия, то, соответственно, вот сама центральная часть, сама центральная часть вот этой вот такой вот формы, как замочная скважина, она оказалась меньшей. То есть катушка на ней болталась. Пришлось для того, чтобы хоть как-то использовать, я просто тупо вот так вот цинично, по-колхозному намотал здесь несколько слоев изоленты. И теперь она входит достаточно плотно сюда. Вот, кстати, у меня такое впечатление, что вот эти вот отверстия на катушке, они имеют конусную форму. То есть с одной стороны они уже, с другой стороны они шире. Потому что с одной стороны катушки этот адаптер входит уверенно, а с другой не айсова. Вот, адаптеры AEG, как вы знаете, разработала немецкая фирма, германская AEG, еще в 1935 году. Вот первый магнитофон они выпускать начали, первую аппаратуру магнитной звукозаписи. То есть это такой вид крепления, а я, вернее, не адаптер, а вид крепления AEG или AEG, как правильно, не знаю, был разработан вот этой немецкой фирмой. Вот такую посадку. Но там на магнитофоне он крепится по-другому. Там, соответственно, в катушке вот такое вот отверстие, да. А на самом магнитофоне в крепеже стоит вот такого вида вот поворачивающийся на, скажем так, на лентопосадочном месте, на катушкопосадочном месте, на подкатушечнике. Имеются вот такие два штырька и довольно высокая вот такой вот формы, вот такой вот формы, довольно высокий центральный выступ. Никакой, конечно, звезды там нету, там просто выступ. И вот когда катушку одеваешь на него, соответственно, как я понял, я вживую их, честно говоря, не видел Вот так одеваем катушку на подкатушник, приподнимаем этот держатель, приподнимаем и поворачиваем его в какую-то там сторону, по часовой или против часовой И он фиксируется, наверное, может быть, даже одевается на эти штырьки и катушка уже держит В таком виде, как вы видите, катушка, конечно, не зафиксирована Она, хоть на магнитофон этот адаптер ставится хорошо, но катушка может быть легко снята Особенно это, так сказать, сейчас все держит только вот эта изолента, которая Видите, видно даже, насколько, скажем так, меньше размеры Сейчас попробую показать, насколько вот-вот они щели Насколько меньше размеры вот этого самого центрального выступа, меньше размеров на катушке Не знаю, я грешу, наверное, на катушке все-таки, потому что они старинные, может не совсем по стандарту AEG сделаны Вот, то есть для горизонтального использования они вряд ли могут быть использованы в таком виде Применены, вернее, для магнитофонов горизонтального формата Протом, вертикального, то есть для горизонтального как раз нормально Вот так все будет, поставил и крутит А с вертикального должны будут слетать, видимо Вот, но одеваются нормально Сейчас попробую вам показать Вот, одену на магнитофон Сейчас на Олимп мы оденем И вы посмотрите, как это все выглядит Извините, не прерывая съемки Вот так она выглядит на Олимпе, да Вот таким образом Вот я одел Вот, видите И замкнул замком магнитофона Ну что, можно даже попробовать включить На кручение Будет крутить, не будет Крутится и даже не слетает Понятное дело, что на Олимпе я эти катушки Пленки, вернее, эти, типа один слушать не буду Я еще не совсем сумасшедший Сумасшедший, но не совсем А вот, моментально головку они Головки все Блокголовок сотрут, как наждаком Но хотя бы перемотаю на Олимпе Вот с таких катушек, на вот такие Эту пленочку А потом на каком-нибудь менее ценном магнитофоне Мы послушаем, да, друзья Сейчас ради интереса Взять еще одну катушку Ох, какие коробки попорченные все Вон, какая там пленочка, видите Тихий ужас Толщина И абразивность Ненамного отличаются от вот этой Наждачной бумаги Вот, давайте этот адаптер сюда попробуем внедрить АЕГ Тоже как-то туговато идет Но встал Ладно, хорошо Ведь пленка там вся из 500 тысяч кусочков состоит, вероятно Вот такая пыльненькая Страшненькая Ну, да жутье Интересно, что там на ней записано А, сейчас Освободим посадочные места И попробуем эту катушечку сюда одеть Что-то, смотрите, как Олимп интересно с ними смотрится Так, ну ничего Где-то отверстие Отверстие Неправильной формы Ага Одел Что-то вот там есть, да? Олимпушка с этими катушками Ахаха Алюминиевыми Как-то даже Ай, сейчас, наверное, пленка вся Обо что-нибудь запутается Хочу крутануть, попробовать Как оно интересно Под нагрузкой будет вертеться Все равно мне как-то ее надо перематывать Да, вот здесь, кстати, держится гораздо хуже Сейчас, может быть, слетит И вертится И долго надо вертеться будет Не, не слетает Правда, болтается У тебя, кстати, смотрите Центровочка такая довольно приличная Автостоп срабатывает А, все Недолго мучилась старушка Можно, конечно, какой-нибудь изобрести прижим На катушке Чтобы вот этот вот Вот этот вот адаптер Чтобы катушку как-то держал Винтик какой-нибудь с шайбочкой Винтной туда сделать Колхоз, конечно, полный Но я не планирую ее Хотя Горизонтального магнитофона Горизонтально работающего магнитофона Под формат 22-х катушек у меня Нету Так что, наверное, придется что-то колхозить Катушек-то у меня всего А, три их получается Значит, надо, чтобы съемные были Но зато катушки будут в целости и сохранности Сами катушки портить не буду Это раритет Все, друзья, на этом обзор заканчиваю А вот что уже записано на этих пленках О, она уже начала рваться на кусочки Это мы с вами, друзья, узнаем Несколько погодя Когда я ее перемотаю Подсклею И подготовлю к прослушиванию Всем привет и хорошее настроение Всегда с вами Сергей Пока-пока Так, друзья Вынужден я признать свою несообразительность И рано я закончил Вернее, вознамерился закончить этот обзорчик Все оказалось проще и интересней Вот Тупил Думал, как вот сделать, чтобы катушки не слетали С этими набами АЕГ АЕГ На колхозе уже тут Привинтил Вот такие вот две планочки Видно, не видно С саморезиками Чтобы они, так сказать, держали катушку Для того, чтобы можно было вертикально использовать В вертикальном исполнении магнитофона То есть Для того, чтобы снять эту катушку Теперь нужно отвинтить эти два саморезика И убрать эти планочки Или просто планки в сторону сдвинуть Нет, все равно придется отвинчивать Но этот дурдом и полный колхоз На самом деле оказалось все проще Достаточно было, как вот на этой катушке сделать Перевернуть этот адаптер вверх ногами И он, как бы, уже прижимает Сам теперь вот этими своими закраинами катушку Видите, как тихо оно выглядит Катушку к катушкодержателю Вот так вот бывает Поспешишь, людей насмешишь Но главное признавать свои ошибки И не стесняться о них говорить Но, ребята, сейчас я согрешу окончательно То есть, все-таки я немножечко, честно вам скажу Покрутил эту пленку на Олимпе Отвлекаюсь Вот, я думаю, там 1 сотая доля микрона Которую стерла эта пленка При движении по головке Не приведет к смерти моего любимого Олимпушки Вот И, как оказалось, на этой пленке записано На 19-й скорости В одностороннем направлении То есть, во всю ширину пленки Идет одна дорожка То есть, эту пленку можно ослушать Только в одном направлении А именно вот в данной ситуации Как она намотана Только вот туда То есть, если мы в обратную сторону Слушайте, то будет та же Во всю ширину пленки записанная дорожка Только В звучании, как примерно Обрывалка Обрывалка Вот А записано, кстати, довольно неплохо На 9-й скорости Все-таки не на 38-й Это радует Вот И здесь Какая-то, скажем так Зарубежная эстрада тех лет Пленка, как вы поняли Годов 50-х Вот Самые поздние 50-х годов И я сейчас Ради вас, друзья Пожертвую Ради наших Ненамышленников И подписчиков Еще одной сотой доли Микрона Своих замечательных Олимповских головок Здесь не секлоферит Здесь стоит Нормальный такой Синдаст Поэтому Да Итак Волнующий момент Потом, конечно, я перемотаю Всю эту пленку На обычные 18-е катушки Вот это точно влезет Наверное И послушаем На другом магнитофоне Головки, которую будет Не жалко После этого и выбросить Вот А я вам сейчас Представляю У кого есть шазам под рукой Можете за шазамить Или потом В ролике В процессе воспроизведения Здесь что-то такое Джазово-блюзово Соловское Техлес Итак, друзья Работает она только В ту сторону Включаю Звучит музыка, которую никто не слушал Лет пятьдесят Вот смотрите Что получается При воспроизведении В ту сторону А при воспроизведении Вот так Поскольку Однодорожечная запись Что же за магнитофон Это все писал Друзья Надо бы Попытаться догадаться Ну и попробуйте Определить Кто поет Что-то такое Западное А то и Американское Тех лет Друзья ну все 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 сердце крови обливается от того как эта пленка идет по головкам друзья друзья записи древнейшие все таки радует то что во-первых не стерта во вторых записано согласитесь довольно качественно для тех лет для той пленки для тех лет хранения которые так сказать сколько она хранилась непонятно вообще где и как этих условиях судя по коробкам не дождь и не самое не миловал ни жара не в сырость не влага и все это работает друзья раритет из раритета голос из прошлого люди эти пленки давно их уже нет живых и те кто и услышал я думаю тоже уже вряд ли живы сейчас кто впервые эту пленку записал вот такая вот замечательная у нас получилось сегодня с вами развлекуха с этими пленочками древними ну чтож обязательно послушаем потом все таки и целиком и полностью олимп прости пожалуйста олимпушку другую прости ну так хотелось все это услышать прям вот не терпелось ну ладно в конце концов один раз живем не правда ли друзья все спасибо за внимание это можете откланиваю всем привет всем привет перемотаю перемотки надеюсь не затрет мне ролики и стойки головок далеко красоте какие катушки сайте довольно ровно еще раз спасибо сергею за адаптеры вот это я по неопытности не умеешь ими пользоваться не знал как так замечательные адаптеры все ровненько и эти катушки в принципе можно будет использовать на олимпе намотая на них какую-то нормальную человеческую пленку пока без обрывов мотает на потрясающе вот она от длительного хранения вся на катушке покоробилась как вы наверно видели снимем напряжение внутренним рвоне пленки перемотаем обрыв обязательно будет у нас все друзья спасибо за внимание пока пока всегда на связи всегда с вами сергей